внимание код который мы сегодня напишет никогда не должен покинуть пределы вашего компьютера использование хоть чего то что вы узнаете в этом видео на практике чревато тем что за вами придет уточка а теперь серьезно сегодня мы с вами напишем очень и очень плохой код почему так и зачем мы это сделаем мы это сделаем потому что когда вас учат писать сразу хороший код вас учат решать задачу одним способом рано или поздно вы сталкиваетесь с задачи решения которые вы не знаете и оказываетесь ситуации когда не понимаете хорошее ваше решение или плохое мы с вами вначале напишем плохой но к сожалению распространенный код и шаг за шагом в рамках этой серии видео будем его улучшать у нас как и в реальной жизни будут появляться новые требования от заказчика мы будем находить какие-то баги сами уже у себя и сами героически фиксить и так далее таким образом на выходе вы не только получите хороший код для решения этой задачи но и понимание как глядя на код понять что он действительно плохой чем же мы с вами займемся мы с вами напишем вот такое небольшое приложение которое позволяет добавлять в список отслеживания криптовалюты получать с помощью api crypto compare com вам кстати придется зарегистрироваться там чтобы воспроизвести этот пример потому что нам понадобится api ключ это данные с помощью которых система понимает а кто стучится за этими данными к ней и этот ключ который вы видите на экране он уже будет недействителен поэтому вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте и получить api ключ соответственно мы будем иметь возможность добавить криптовалютные пары имя валюты и езди в наблюдение и когда мы выбираем конкретную валюту у нас внизу появляется график отслеживания мы можем убрать выбрать другую и вот сейчас постепенно шаг обновления раз пять секунд у нас будут появляться собственно данные о изменении вот соответственно график автоматически адаптируется под минимальные максимальные значения поэтому в начале он может выглядеть странно но со временем он нормализуется график нам не очень интересуется мы можем что-то удалить мы можем добавить криптовалюту мы можем так далее ну и когда мы обновляем страницу у нас очевидно встречает пустой экран вот мы добавляем в начале черточка когда нету данных и потом когда данные приезжают кто у нас там еще есть bitcoin кэш допустим у нас будут вот обновляться что у нас есть на входе на входе дизайнер нам выдал вот такой вот заверстанный html с него мы и будем начинать и он и ставит станет нашей отправной точкой ну что ж из предыдущих видео вы должны уже знать как создавать новые приложения с вью клим я воспользуюсь немножко нестандартной записью вызовом через npx пусть это вас не звучит собственно назовем его крипто номикон и поехали создавать нпм пока что осознает себя говорим что нам будет нужно в ю 3 мы возьмем есть линт плюс притер линтить при сохранении и в отдельных файлах поехали создается проект пока создается проект я буду использовать для написания в с код и у меня как видите специально для этого материала установлено всего три необходимых плагина это есть линт это притер это витур который обеспечивает основной тулинг для в с кода и все ремоут в с ль нам не нужен кобальт это собственно тема которая установлена и вал обеим это как дополнительные фишечки для тестирования нам тоже не понадобится того три три плагина витур есть линт притер вы вольны использовать него из кода любой удобный для вас редактор разницы концептуальной поверьте не будет итак мы соответственно это делали переходим переходим в директорию крипто намекон открываем visual studio код запускаем с помощью команды npm run serve директоров ждем пока первое соберется все вот оно открылось на порту localhost 8081 я открою localhost 8081 вот наше welcome приложение для того чтобы нам было удобно за всем этим наблюдать сегодня мы будем писать в относительно непривычном для меня режиме мы будем писать вот так то есть разделим экран здесь у нас будет браузер в котором мы будем видеть live reload вот здесь мы будем писать собственно код сразу удаляем ненужное нам будет не нужна директория assets нам не нужна будет директория компонент сегодня мы все пишем в одном компоненте что дальше дальше в app view сразу удаляем подключение внешнего компонента да удаляем импорт hello world удаляем стиле и у нас там еще было подключение картинки которую тоже удалил видите ничего нет теперь давайте напишем hello вот имеем все что имеем ну что время подключать наш html и css нам тут прислали невменяемый css размером 2765 килобайт мы в следующих видео поговорим что это за фигня и как с ней жить это tailwind на самом деле поэтому я просто копирую файлик app.css к нам сюда и файлик index.html я его сейчас удалю но пока тоже скопирую сюда так дальше содержимое файлика index.html вот этот div наш весь 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 просто копирую на место поле template так на что жалуемся так притер притер жалуется на то что у нас replace можно мне пожалуйста format document он спрашивает чем форматировать форматировать притером все что я нажал я выбрал ctrl shift p и нажал format document отформатировать документ когда он спросил меня чем я сказал эй давай притер хорошо дальше ему не нравится вот эта разница в настройках моего притера и притера который по умолчанию ожидается здесь здесь есть притер конфиг к сожалению нету ну что ж придется создать файлик притер rc.js в котором я напишу что trailing.com false не использовать trailing.com чтобы он не плакал на подобные вещи все теперь при сохранении у меня включена формат on save все сработало так видите все подключилось но выглядит как-то криво очевидно нам нужны стили как я могу подключить css очень просто как мы обычно в теге script подключаем css я пишу извините не css gs я пишу script src что-то здесь я пишу style src равно up css подключи пожалуйста файлик up css который вот лежит рядом так обновляем страничку и тадам у нас появилась наша чудесная юайка и так удаляем файлик index.html и сегодня все наше внимание будет приковано к файлику upview и так что нам надо ну очевидно будем двигаться сверху вниз оживляя эту страницу первое что нам надо это научиться заполнять вот такие данные и когда нажимается кнопка добавить реагировать на это как мы помним с сильным сильной стороной view является так называемое двухстороннее связывание когда мы можем записать определить что-то в данных в javascript и вывести что-то на экран и когда что-то на экране поменяется мы можем оно автоматически изменится в приложении ну что ж давайте учиться этому делать как вы помните view декларативен что это означает это означает что нам надо будет выучить по сути язык описание компонентов view благо он не сложный то есть у нас есть несколько заранее зарезервированных слов вот в этом объекте с помощью которых мы будем объявлять те или иные не побоюсь этого слова особенности компонент первое слово которое нам нужно знать это дата дата это функция вы можете объявлять дату как объекта но в компонентах она всегда должна быть функцией в которой вы описываете те данные компонента которые у вас могут быть и вообще есть то есть данные это что-то что изменяется с течением времени но очевидно что то что мы будем вводить сюда явно будет изменяться с течением времени давайте даже чуть-чуть увеличу шрифт видите сработала даже адаптивочка итак поскольку это называется тикер но я так поле и назову и я должен указать значение по умолчанию допустим тикер нул хорошо давайте я задам не значение по умолчанию там дефолт просто чтобы мы сейчас это увидели теперь как же мы осуществляем вот это волшебное двухстороннее связывание как вы помните view это html first framework это означает что мы пишем html ну вот мы уже скопировали а дальше с помощью специальных атрибутов и интерполяции мы узнаем сегодня что такое интерполяция не пугайтесь этого слова подсказываем как связать наш html с нашими данными и первый атрибут все атрибуты которые используют view начинаются с v черточка ну чтобы было понятно это vmodel vmodel как раз говорит свяжи мне в две стороны вот этот вот input с данными в переменной как я назвал ticker раз увидите у меня же там начальное данное было дефолт ох как много приходится крутить да и вот оно появилось в дефолт автоматически прекрасно но перед тем как что-то делать я бы хотел убедиться что вот когда я ввожу его сюда что данные у меня тоже меняются двухстороннее связывание работает то есть мне надо научиться выводить это не в какой-нибудь еще input хотя мы можем в принципе схитрить и проверить вот так да проверить что двухстороннее связывание работает авток привет авток видите это два input видите они обновляются синхронно они связаны между собой потому что когда обновляется этот input он записывает свои данные внутрь vmodel vmodel ticker поле обновляется и обновляет вот этот input но нам нужно знать что иногда нам нужно вывести какие-то значения поэтому мы можем мы используем так называемый синтаксис интерполяции который знаком с вами вам если вы использовали любую систему шаблонизации это вот такие две угловые скобки обратите внимание их можно использовать только когда в тех местах где вы вводите текст просто на странице то есть я не могу его использовать где-то внутри атрибута никогда только вот там где просто обычный текст и я пишу точно так же ticker и смотрите видите вот оно магически обновляется мы научились с вами связывать переменные в две стороны это работает с input это работает с чекбоксами с радиобаттонами потом мы научимся писать наши собственные компоненты которые умеют работать так же с vmodel и выводить переменные просто в текст хорошо прекрасно давайте что-нибудь с этим сделаем а что мы можем с этим сделать мы теперь знаем как выводить как же вот я нажимаю добавить я хочу чтобы что-то произошло как бы мы это делали в обычном JavaScript мы нашли бы элемент на страничке через query selector all через просто query selector добавили слушатель на событие клик и автоматически и после этого сказали бы какую функцию вызывать во view все работает похожим образом мы пишем о видите остался спойлер он клик давайте не он клик пока напишем так v on клик равно и здесь мы говорим когда помните все атрибуты view начинаются с v когда происходит событие дальше имя события клик обычное JavaScript событие что сделать мы здесь можем написать к примеру обычный JavaScript код вот прям обычный JavaScript скриптовый у нас есть переменная wallet не wallet конечно она называется ticker посмотрел на label вот этот и смотрите нажимаю кнопку добавить видите переменную ticker записалось значение 1 2 3 вот оно автоматически изменилось но согласитесь писать вот здесь прям код ну как то супер странно поэтому поэтому мы хотим чтобы код можно было писать рядом с кодом здесь и здесь нам надо познакомиться с еще одним ключевым параметром опцией этого объекта она называется methods это просто функции которые будут доступны у вас в шаблоне или будут доступны снаружи про это мы тоже поговорим позже давайте вот назовем methods add и выведем i'm working так и как мы теперь можем здесь написать мы говорим что при клике вызывай события add обратите внимание здесь можно будет потом передавать аргументы мы про это посмотрим то есть в 99 процентах случаях вот надпись вот такая и вот такая абсолютно одинаково то есть если view видит надпись что при событии клик вызови функцию add он понимает что эту функцию надо вызвать а если он видит вот так он говорит о так это же выражение я вот беру и вызываю функцию add и так пробуем видите вот выявилось i'm working окей хорошо но нам же хочется дотянуться до вот этого значения теперь как-то как же нам это делать смотрите все очень просто все что вы объявили в data view инициализирует на объекте самого компонента все методы которые вы объявили в метод точно так же становятся методами самого компонента как же нам из компонента дотянуться до самого компонента знакомые с основной ооп скажут зис и будут правы поэтому если я вот здесь напишу зис точка тикер вот она да то у меня все будет работать проверяем действительно видите выявилось ровно то значение которое я хочу хорошо теперь я понимаю как а подождите не очень понимаю я хочу еще чтобы вот это что то срабатывало когда я нажимаю кнопочку enter а то видите сейчас не работает хорошо желание клиента как говорится закон какое событие у нас есть у нас есть v on key down равно add да по событию key down вызывай add обновим страничку ой согласитесь не очень удобно нам же интересует только enter конечно мы можем взять и самостоятельно разобраться как мы бы взяли в джаваскрипте подписались бы на события key down там бы получали объект события как его получить использовать перемену dollar event но мы об этом с вами еще поговорим тогда когда нам будет нужно и там бы проверяли если кнопка которая у нас произошла является enter давайте кстати вот так и сделаем ради интереса add сюда на самом деле сюда приходит событие event то есть обычное джаваскриптовое событие давайте я вот выведу event.key у обычного джаваскриптового события key down есть key вот f и видите enter мы конечно можем написать что if event.key равно enter но согласитесь выглядит ужасно именно поэтому view предлагает для таких событий так называемые модификаторы модификатор события работает через точку и в случае с событиями клавиатуры видите у меня он подсказывает кучу всякого мы про эти модификаторы еще поговорим подсказывает мне что я могу сказать что когда происходит key down кнопку enter вызывай add пробуем обновляем на всякий случай страничку потому что видите она съедает все так не забываем сохранить файлик так все нормально enter чудо работает прекрасно с этим разобрались дальше дальше вот это наша конструкция у нас это списочек то есть очевидно что нам надо хочется как-то научиться повторять какие-то вещи какие вещи давайте попробуем очевидно что повторять нам надо что-то что-то это скорее всего будет массивом когда мы видим список говорим список думаем коллекция подразумеваем массив поэтому в поле дата создадим новое поле назовем его tickers обратите внимание очень вольно обращаюсь с терминами поле и так далее мы чуть позже когда будем переходить уже к строгому пониманию формализуем их да но формально это вот поле вот этого вот объекта дата который который возвращается из функции дата из метода дата вот этого объекта если вам важна точность формулировок так пустой массив так давайте я чем-нибудь его ради теста наполню один два три четыре так и я такой хочу научиться как мне сказать view что у нас есть повтори какую-то вещь несколько раз во-первых что за вещь мне надо повторять ну я сужу по верстке это вот этот дивчик да и я использую так называемую структурную директиву директивами называются атрибуты которые обрабатываются view опять же существенное упрощение но пока сойдет и так vfor у нас есть две ключевые структурные директивы мы потом поговорим почему они являются структурными но пока запомните vfor и vif они настолько суровые что даже друг с другом не дружат теперь vfor работает точно так же как цикл for off в мире view в мире джаваскрипта как у меня называлась переменная tickers соответственно здесь у меня будет off tickers можно написать in дело вкуса в данном случае это синонимы и так я я не хочу объявлять переменную ticker потому что она перекроется с вот этим именем да которое у меня объявлено будет согласитесь так себе говорю для tf tickers повтори пожалуйста вот этот блок а дальше он нам что-то говорит эй элементы которые ожидаются им нужен ключ кей если линд пока на это плачет мы с этим про это ничего не знаем но мы знаем что vfor использует можно записать вот так первый аргумент это будут данные а это индекс массива это ладно зачем мы можем пока обойтись так нам нужно передать парам атрибут key если мы напишем вот так то ничего не произойдет видите он говорит elements in iteration is defined but never used так это он это он говорит что я объявил переменную t но не использую ее давайте я ее выведу куда-нибудь вот сюда скажем так и он говорит элементы ожидают использовать vbind двойточие ки видите он нам прям подсказал то что надо писать не просто ки ки это просто вот мы написали html атрибут и он будет повторен в каждом элементе а вот vbind key помните я говорил что нельзя использовать скобочки в атрибутах вот vbind позволяет сказать что в атрибут key запиши выражение и в данном случае выражением будет просто t t что у нас там лежит 1 2 3 4 вот видите вот оно мне вывело их 4 штучки хорошо давайте чуть-чуть доведем до ума но перед этим сделаем маленький шаг назад дело в том что в мире view огромное количество раз вы будете писать vbind ну очевидно да связать с каким-то атрибутом и vion их писать вот так очень многословно поэтому придумали так называемую короткую запись отдельные люди называют их ярлыками меня это очень забавляет когда вместо vion двоеточие мы пишем собаку почему собаку потому что по-английски начинается add click add то есть такое хорошее описание события а вместо vbind просто ничего не пишут двоеточие то есть когда вы видите атрибут если вы видите просто атрибут вот класс равно что-то то это просто строка если вы видите двоеточие то здесь что написано здесь написано переменная t вот будет взято значение переменной t а не строка t хорошо уже похоже на правду давайте мы сделаем еще что-то а что еще нам же надо выводить у нас там какой-то глупый массив только со строками нам надо выводить будет явно имя валюты и значение соответственно наш массив будет выглядеть как-то наверное ну как мы можем назвать допустим у меня есть name и price было бы логично правда вот такая конструкция так давайте сделаю их несколько для красоты так видите теперь он начал выводить переменную t которая теперь содержит весь объект и view нам ее радостно нарисовал и что нам надо у нас есть поле name да то есть ключом объекта должна обязательно являться строка сейчас что происходит он берет t и получается не очень хорошо поэтому мы берем ключ объекта ключ должен быть уникальным вы же не хотите чтобы вашим ключом кто-то еще воспользовался поэтому у каждого этого элемента должен быть уникальный ключ допустим t name имя валюты что мы выводим здесь t.name да как обычный джаваскрипт и здесь теперь подставляем t .price круто правда вот у нас есть что-то теперь это что-то удаляется хорошо давайте от греха подальше удалим лишние элементы просто чтобы мы понимали что сейчас все наши элементы сгенерированы скриптом вот похоже последний элемент удалить и я похоже все таки один девочек потерял да вот вот такая у нас конструкция нет ни один девочек я потерял я удалил слово удалить смотрим здесь видите я вот она кнопочка заканчивалась удалить я ее схватил и поэтому у меня пропали все элементы так что находим доходим сюда вот теперь похоже на правду правда так когда что-то пошло не так ты нечаянно отменил вот вот у нас есть вот такая красивая конструкция из наших трех элементов если я сейчас их расставлю здесь то мы увидим что вот они динамически меняют свое хорошо давайте научимся для начала добавлять такие элементы плюс давайте приведем это все в тот дизайн который был а именно там все таки было написано давайте я найду наш тенейм что пара идет с USD да вот заказчику наверное хочется это видеть и давайте во первых научимся добавлять хорошо соответственно я такой беру вот такой вот объект таки говорю при добавлении при добавлении нам больше не нужен этот ивент правда же у нас же add работает как мы выяснили теперь через магическая точка enter так я создам переменную назову ее new ticker в которую положу имя цена цена по умолчанию черточка и дальше просто запушу ее this точка tickers точка push new ticker создал джаваскриптовый объект поместил его в массив хорошо теперь только нам осталось вместо имени подставить то что у нас было здесь а как мы это делаем мы уже знаем что все что было объявлено в дата доступно через this прекрасно пробуем смотрите default usd default 23 usd работает круто же нам теперь хочется все таки наверное удалять ticker когда у нас заполнилось это ну сбрасывать значение прекрасно вспомним что у нас связь двусторонняя и просто запишем в ticker пустую строку нажимаем добавить и вот все испарилось прекрасно правда обратите внимание это фундаментальный акцент на том как вообще работает view мы хотим и умеем работать с данными а в html декларативно мы же теперь с вами знаем это слово описываем как к этим данным мы привязываемся мы никогда не меняем html напрямую хорошо давайте двигаться дальше мы берем и хотим удалять прекрасно давайте найдем эту кнопочку удалить удалить вот она мы с вами уже знаем что мы вешаем событие клик и назовем handle delete а теперь смотрите если мы вот так напишем как мы поймем какой элемент надо удалять да черт его знает она же просто расклонируется и все эти кнопочки будут вызывать один и тот же метод очевидно нам надо как-то передать туда параметры помните я рассказывал что там скобочки и без скобочек это одно и то же а почему да потому что мы здесь можем писать javascript поэтому мы можем написать он клик равно handle и какая у меня есть переменная здесь ну допустим t пожалуйста удали наш т который лежит в массиве tickers звучит круто ну что давайте напишем метод handle delete handle delete так что мы делаем мы говорим tickers равно tickers фильтр дальше очевидно нам надо предпринять параметр там назову ticker to remove и говорю что оставь только те тикеры которые не равны ticker для удаления не забываю поставить запятую разделяя методы и что у нас получается ну во первых этот код вы можете написать как угодно вы можете там сплайсом да найти элемент потом сплайснуть массив тикерс мне просто так нравится здесь нет ничего сакрального нажимаю удалить смотрите круто же работает только вот видите некрасивые вот эти две полосочки я бы хотел чтобы их не было но чтобы получается вот этот кусок вообще не отображался когда у меня нет данных для этого у меня есть давайте я найду что это за элемент я такой инспект делаю свет мой зеркальце скажи что это а это ашар находим его и у нас есть вторая структурная директива помните я говорил что их две называется в if которая удаляет элемент из html если то условие которое мы здесь напишем будет ложно смотрите поскольку здесь мы можем писать просто джаваскрипт и могу написать wave равно false и смотрите видите одной полосочки нет эта полосочка нижняя кстати вот я сейчас верну ее и видите вот она появилась давайте все таки найдем верхнюю а верхняя видно по другому сделана а нет вот она то есть в if равно и что же нам надо мы хотим показывать вот эту полоску и нижнюю полоску только тогда когда у нас есть что-то в массиве tickers так и пишем если tickers length больше нуля так удалить удалить пропало вы скажете ну зачем писать так если можно написать просто tickers length и будете в принципе правы да потому что у нас но это вопрос читаемость и что мне теперь и вверху надо и вот этот dl у меня лишний остается мне что придется везде поддублировать этот wave а может давайте я оберну все это в один div tickers length и буду скрывать его так и до 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 где там второй hr вот он div пробуем обновляем страницу чтобы у меня появились элементы хотя можно было добавить у нас же кнопочка теперь рабочая ух ты круто работает но смотрите согласитесь что выглядит это очень уродливо мы почему-то взяли божественную сарказм верстку нашего верстальщика и обернули в div что делать если нам не хочется чтобы у нас на странице появлялись новые элементы если потому что допустим верстка может ломаться для этого во view есть тег template вообще-то это валидный тег html5 но когда здесь написаны вьюшные условия вьюшные директивы он работает по-другому он просто служит оберточкой для нескольких узлов обратите кстати внимание что самое начало нашего компонента тоже начиналось тега template это шаблон вот здесь мы просто обернули несколько узлов в html и его в html никак нет если вам знакомы что такое фрагменты документ фрагмент вот он ведет себя очень похоже как фрагмент вы берете и просто оборачиваете в if и работает это точно так же резюмируя сегодня мы с вами познакомились с датой и методс дата это функция которая возвращает объект описывающий состояние нашего компонента состояние это что-то что меняется с течением времени научились с вами двухстороннему связыванию с помощью vmodel директива vmodel научились с вами подписываться на события через von или краткую запись собака давайте собаку здесь оставим научились выводить данные в шаблон через скобочки то что называется интерполяцией научились ключевым двум структурным директивам vfor и vif с помощью vfor вот мы выводим наши div в цикле с помощью vif прячем этот блок кстати почему нельзя vfor и vif на одном месте в элементе vif равно допустим ticker сленгс потому что становится непонятно а что должно выполняться первым в начале размножить этот div сколько-то раз и потом выполнить директиву vfor vif то есть каждый из размноженных div скрыть или в начале удалить этот div если условие не выполняется и только потом применять vfor чтобы такого не запоминать просто the view ну в данном случае если запрещает нам использовать одновременно vif и vfor чтобы нам не приходилось запоминать окей мы научились добавлять элементики удалять передавать в обработчике события аргументы потому что здесь можно писать в собака клик в твоеточие что-то javascript обращаю внимание то что вы можете писать в javascript не означает что вам примеру доступны глобальные объекты вы не можете здесь написать alert это не сработает вы не можете здесь написать fetch это не сработает потому что здесь вам доступны только те переменные которые объявлены в вашем компоненте а это data они объявлены и наши методы они это тоже по сути объявленные в нашем компоненте они есть на this и мы с вами научились как из скрипта компонента обращаться к данным собственно через this . что-то Продолжение следует...